В эфире «Утро Карачаевой Черкесии» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В горах до плюс 13, а днём – 28-33. И в горах местами 22-27 выше нуля. В Черкесске без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 17-19, днём 31-33 градусов тепла. И далее об основных событиях в республике. Сегодня в Карачаевой Черкесии состоится масштабная экологическая акция, направленная на очистку берегов реки Кубань от мусора, участие в которой примут более 450 волонтёров. В Черкесске сотрудники госавтоинспекции провели рейд на выявление грубых нарушений ПДД. В результате выявлено 60 нарушений, среди которых управление транспортным средством при наличии неисправности, стёкла, свето пропускания которых не соответствуют требованиям технического регламента и многие другие нарушения. В Доме правительства прошло рабочее совещание по вопросам подготовки издания книги к столетию Карачаевой Черкесии в 2022 году. В юбилейном издании будет отражена вековая история развития республики. В Черкесске в спорткомплексе «Юбилейный» проходит открыт турнир по баскетболу памяти первого директора, основателя детско-юношеской спортивной школы Анатолия Игнатенко. Также в рамках данных соревнований для воспитанников спортшколы провёл мастер-класс «Серебряный призёр первенства Европы среди молодёжи по баскетболу», чемпион первых европейских игр в Баку по стритболу Леопольд Лагутин. На открытии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Получить бесценный опыт у мастера спорта и овладеть прекрасной техникой ведения мяча. До начала открытия турнира «Серебряный призёр первенства Европы среди молодёжи по баскетболу» Леопольд Лагутин провёл небольшой мастер-класс. Сам спортсмен вспоминает, что с детства начал увлекаться баскетболом. Тогда его семья жила в Черкесске. И сегодня у меня есть возможность поделиться своим спортивным опытом с подрастающим поколением, отмечает баскетболист. «Стремиться всегда есть куда, но тем не менее, когда я начинал заниматься в Черкесске, не было многих залов. Вот этого зала на этом месте, ну, пустырь был или гостиница какая-то, я уже не помню. Вот сейчас построили хороший зал, где детки могут на хорошем паркете без дырок побегать, не скользить, ничего. Хорошая атмосфера, музыка, свет, всё есть. Я думаю, это позитив добавляет детям для занятий. Ну, всё развивается в лучшую сторону». На открытии турнира всех участников от имени министра по физической культуре и спорта поприветствовал бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Мурат Храчев. Также пожелал баскетболистам успехов директор первой детской и юношеской спортивной школы Черкесска Юрий Меремкулов. И добавил, что этот турнир дан памяти первому директору спортшколы Анатолию Игнатьеву, который сам был баскетболистом и внес неоценимый вклад в развитие спорта в республиканской столице. «У них зона России в октябре месяце, ну, это подготовительный этап к этим всем мероприятиям. Эти дети готовят. Мы все играем примерно в зоне СКФО. И чтобы мы знали друг друга, лучше, конечно, так. А призы, кубки, медали, памятные призы, грамоты – все стоят на столе, получат дети, все будут награждены». Шесть команд юных баскетболистов из разных регионов СКФО будут бороться за призы данного турнира. Для нас это прекрасная возможность не просто принять участие в этом состязании, но и получить бесценный опыт от звезды российского баскетбола, отмечают спортсмены. «Мастер-класс мне запомнился игрой один на один. Леопольд тщательно все показал и рассказал. Будем стремиться стать такими и даже лучше. Такие соревнования, прежде всего, дают нам опыт и развивают баскетбольную культуру в стране. Почаще таких соревнований и почаще таких знаменитостей». «Для нас эти соревнования очень важны, потому что мы собираемся также быть на великих соревнованиях в Москве и на первенствах России». В итоге в первый день соревнований сборная Черкеска в острой борьбе обыграла команду Пятигорска и прошла следующий круг соревнований. Состязание по баскетболу будет проходить несколько дней. Алихан Ипшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите информационный выпуск «Вести» на нагайском языке. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в 9.34 в Большом Мутре. Ласт-Рика. Удивительное эксклюзивное шоу 12 июня в Кисловодском цирке. Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Июнь наконец-таки вступает в свои права. И мы ощутим настоящую летнюю погоду. В Карачаево-Черкесии вечером и во второй половине дня местами кратковременные дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 11-14. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 13, а днем 28-33. И в горах местами 22-27 выше нуля. В Черкесске без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 17-19, днем 31-33 градусов тепла. Наверное, это лето будет жарким. Почему? Потому что продолжается чемпионат Европы по футболу. Сборная России в группе «Б». У нашей команды осталась всего одна групповая игра с Данией. От результата будет зависеть дальнейшая судьба сборной России по футболу. Сейчас, наверное, многие болеют футболом от мала до велика. И особенно хотят научиться играть мальчишки. И они идут в секции и активно занимаются. Гость нашей программы, тренер, руководитель футбольной школы «Будущие звезды» Артем Бернитян. Доброе утро, Артем. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень приятно видеть вас с утра, да еще и с мячом в нашей студии. Взаимно. Артем, очень приятно, что в нашей республике открылась футбольная школа «Будущие звезды». Насколько я знаю, она открылась в марте этого года. Да, так точно, да. Скажите, кто был инициатором? Приглашен я со стороны «Единой России». У меня также под названием «Будущие звезды» тоже есть у нас в Приморском крае. В других регионах, да? Да, в других регионах тоже есть, да, получается. Приморский край, город Партизанск, там тоже трех лет у нас там школа уже есть, действует. Пока там еще один тренер есть, там работа с детьми. И вот как получилось уже все предложение, да, поступило предложение, что приезжать, там посмотреть с того. Я приехал, посмотрел, все нормально, все хорошо. Лично мне там очень нравился и город, и республика, общение с людьми, там с народом. Видел, что действительно люди хотят, дети хотят. А если дети хотят, родители хотят, значит, почему бы отказаться? А почему бы не открыть, да, школу? Да, почему бы не открыть футбольную школу еще? И потом уже следующий шаг у нас пошел. Уже начали искать там помещение, там получается, там зал, там где-то уже футбольное поле. И хочу еще верить большое спасибо партию «Единая Россия» и большое спасибо главе республики Рашиды Борисовича Тимрезова за такой шанс, который для меня предоставили, что вот дали поручение на меня именно в 18-м школе. Спасибо всем. Вы на территории 18-й школы? Да, по базе там 18-й гимназии, там у нас проводятся тренировки каждый день. Вы принимаете детей со скольки лет? Принимаем детей с 3-х лет до 15-ти лет. Разные возрастные группы у вас, да? Разные возрастные группы, да? Кто первый раз даже держит в руках футбольный мяч, как я. Да, 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 так точно. Ну, знаете, я думаю, что сейчас вообще какая-то мода на футбол. Да. Тем более сейчас проходит чемпионат Европы по футболу. И знаете, у этих мальчишек, я думаю, просто горят глаза. Они все хотят стать знаменитыми футболистами. Наверное, у них есть свои кумиры, которым они подражают. Они хотят стать Рональдой, Дюбой и так далее. Да, 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 очень много есть. Вот скажите, желание есть у детей? Как они с огромным желанием идут? Да, вот у нас чисто профессионально. Как я профессиональный бывший футболист, хотя бывших не бывает. Я тоже был профессиональным футболистом. Играл за юношескую сбору, там, молодежную сборную Армении. И так далее, и так далее. Двухкратный чемпион Армении, обладатель Кубка Армении. Выиграл двухкратный, получается, суперкубок Армении. Многократный, серебряный, бронзовый призер Республики Армении и Казахстана. Так что это коротенько про меня. Да, и вы еще, я знаю, мастер спорта. Да, и получать у меня образованный, образованный, высшепедагогический, педагогический институт, отделение физкультуры, чисто футбольное. Да, я мастер спорта по футболу. Мастер спорта по футболу и лицензированный тренер на категорию B. Это на УЕФА. Да, я хочу сказать, что вы не с улицы человек. У вас все есть для того, чтобы заниматься тренированием. Хотя, 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 хочу еще выходить из этой ситуации. Вам большое спасибо еще раз за приглашение. Вот такое возможности предоставили, чтобы я откровенно разговаривал. Есть очень многие разговоры, именно там, как называют, в соцсетях, там, в Фейсбуке, Инстаграме, которые люди вообще далеко от футбола, они просто футбол, особенно детский футбол, они это все сравнивают, как это бизнес. Но я хочу сказать, чтобы достичь каких-то высот в спорте, вы знаете, за это нужно платить немалые деньги. И ни для кого не секрет. Даже в той же художественной гимнастике, вы знаете, это немалое вливание, чтобы достичь. Понимаете, на ровном месте ничего не добьешься, я это знаю. Особенно в футболе. Это очень дорогостоящие занятия. Да, ну и у нас и занятия, там у нас получается, ежемесячная оплата у нас идет. Также на эту оплату уходят и зарплата тренера, и все. У нас чисто официально футбольная школа, не просто с улицей. Люди, которые, и родители, и вот руководство, и вообще республика. Я просто предлагаю проверять и меня, и всех школ. Насильно никто никого не заставляет. Пусть вот просто каждый родитель, каждый родитель должен понять или должны понять, куда будут ребенку отдавать. Да, это реклама есть, это везде мы все рекламируем, и себя, и нашу команду. Но родители должны понять, куда кого будет. Потому что тренер, это первый тренер, это первый фундамент ребенка. Я не говорю, приходите ко мне. Нет, просто приходите, посмотрите другого тренера, смотрите другую школу, другого тренера. Приходите меня, посмотрите мою треновку, посмотрите. И там дальше уже, я думаю, что все нормально, все хорошо. Да, я знаю, что у мальчишек огромное желание играть в футбол, научиться этому профессионально. Но вы набираете девочек, да? Да, у нас еще набор детей. В данный момент у нас есть двое девочек. Но пока еще не набрали, да? Да, ну нет, просто так сильно я хочу, потому что сегодняшний день очень-очень большая внимательность идет на женскую футбол. Поэтому целое задание это, что еще и чтобы набрали женскую команду. Скажите, а вот мне интересно, чем вот мужской футбол от женского? Он чем-то отличается? Правилами или нет? Нет, нет, нет. Как есть, так и есть. Ну просто там играет женщина, а там играет мужчина. И где-то чуть-чуть по физическому. Скажите, вот на данный момент у вас сейчас уже сформировалась такая команда, да? Да, у нас в данный момент очень-очень, прямо у меня очень много детей. Большое спасибо тем детям, тем родителям, которые принимали решение, которые пришли за одно пробное занятие, а они после этого уже четвертым. Ну, с мартным месяцем, считайте, до сих пор уже у меня. И хочу сказать, что до сегодняшнего дня любой ребенок, несмотря там 5-6-летний ребенок до 14 лет, кто поступил у меня в мою футбольную школу, конкретно уже официально, никто от нас не ушел. Хочу сказать, что у нас конкретно идет все профессиональное занятие. Просто у нас чисто идет дисциплина, воспитание, психология, медицина. Поэтому вот так. Сейчас отовсюду трубят футбол, 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 все на футбол. Чемпионат Европы в самом разгаре. Мы, конечно, болеем за нашу сборную России. Это однозначно. Ну, единственный минус, конечно, не задалась игра с Бельгией. Как вы считаете, вот как тренер, что не получилось? Я вот скажу, хочу одно сказать, что не только у нас сборная России, да, это у всех сборных вот этот такой так спадовский момент есть у всех сборных. Потому что вот я считаю, что вот у нас чемпионат закончился, да, и после чемпионата, да, еще у нас этот коронавирус очень много там помешал по всему миру. Да, это сказалось на спортсменах. Да, конечно. И поэтому сегодня мы смотрим, что очень многие футболисты, очень многие футболисты, которые у них там организм не готов. Кто-то прошел этот коронавирус, кто-то лечился, кто-то только-только поймал. Или кто-то вообще-то от психологической ситуации, там давление, они закрывались дома, в квартире, такой-такой. Выходя из этой ситуации, у футболистов, у всех получается больше травмы. Нам нужно сейчас забивать, чтобы выйти из группы в плей-офф, правильно? Ну, плей-офф, я думаю, что пока до плей-оффа еще чуть-чуть, я буду уже откровенным, уже немножко такая-то ситуация, потому что еще мы не будем забивать, что там Бельгия очень так же сумасшедшая команда, еще Дания. Получается, родные стены не помогли нашей команде. Почему? Помогли. Помогли финнами, выиграли. Вы знаете, сегодня очень ответственный день для нашей российской сборной. Болельщики просто уже с самого утра ликуют, потому что действительно сегодня очень важный матч для сборной России. Это будет матч сборной Дании. Игра будет проходить в Копенгагене. Единственное, что все-таки родные стены могут Дании помочь, да? Ну, вот, видите, уже у меня-то все мурашки появились. Я действительно от всей души, от сердца, я буду болеть. Не только один, я думаю, что вся Россия будет болеть. Еще в Дании тоже будут наши болельщики. И вот, я думаю, что мы будем играть с достойной. Я думаю, что все-таки, все-таки... Мы должны побеждать. Даже, я думаю, что ничья все равно как-то не спасет нас, да, для выхода из группы. Ничья. Или спасет все же, если будет даже ничья. Даже если мы займем третье место в группе, есть ли у нас шанс для выхода в плей-офф? Ну... Или шансы все равно небольшие будут, да? Ну, там наша задача только одно. Футбол – это жизнь. Наша задача, чтобы выиграть. Кстати, как команда Дании вам? Есть ли там форварды? Насколько они сильны? Ну, вот по поводу там, да, еще вот было возможно. Хочу еще пожелать Эриксену здоровья. Этому прекрасному, идеальному футболисту. Дания по-любому... Да, действительно сильная команда. Да, сильная команда, но... Ну, я надеюсь, что я буду немножко не такой скромненький, но я думаю, что сборная России лучше. Конечно, лучше. Мы должны болеть только за сборную России. Кстати, помимо сборной России, все-таки, наверное, есть у вас еще любимчики? Какие команды? Для меня вот чисто фавориты для меня. Я считаю, что или сборная Франции, или сборная Германии. Все-таки. Ну, кстати, итальянцы досрочно вышли в плей-офф. Это тоже о чем-то говорит. Это ничего страшного. Ничего страшного. Я думаю, что вот сейчас я так понимаю, что Россия даже вот через вот такую тяжелую ситуацию, если Россия с группой выходит, ну, значит, я думаю, что там где-то одно восьмое тоже он пройдет. Мы будем держать кулачки. Я думаю, что сборная России выйдет из группы. Вот, все на футбол. Я, как и российские болельщики, вооружилась всевозможными средствами, дудками, хлопушками, погремушками. Я думаю, друзья, сегодня в 22.00 по московскому времени матч сборная России, сборная Дании. Прямая трансляция из Копенгагена. Пожалуйста, вооружайтесь всеми возможными средствами. Будем поддерживать команду России. Потому что, знаете, поддержка играет очень важную роль. Очень важна поддержка. Особенно сегодня для нашей сборной. Потому что это хороший повод выйти из группы, да, и продолжать борьбу за Кубок Евро, да? Да. Да. Смотрим матч по телевизору. Ну что, спасибо большое, что вы нашли время. У вас каждый день тренировки. Пришли сегодня к нам в студию. Желаем нашей сборной только победы. Надеемся, что так и будет. Спасибо, что этим утром вы были с нами. Вам большое спасибо за приглашение, за такое приятное утро. И вам удачного дня. Кстати, смотреть футбольные матчи очень удобно. На медиаплатформе смотрим. Ну, на тот случай, если вы не оказались в нужное время дома на диване или в спортбаре. Вот рядом со мной лежит ромашка. Я не буду гадать, выиграет ли сборная России или нет. Но Россия вперед! Сегодня, кстати, международный день цветка. Неизвестно, кто и когда основал этот красивый, нежный, романтический праздник. Именно в июне происходит полное преображение планеты, когда немалая часть ее покрывается разноцветным покрывалом самых разнообразных цветов. В России символом праздника является ромашка. Украсить землю цветами – это значит украсить ее любовью. На приусадебном участке жительницы Эркин-Шахара Галины Шовгеновой целая оранжерея. Царица цветов роза, турецкая гвоздика, петунья, лилия, пионы и много-много разных красивых цветов. Аромат ну просто завораживает. В гостях у цветочной феи побывала Алла Динаева. Приусадебный участок Галины Шовгеновой утопает в цветах и полностью оправдывает название своей улицы имени Ивана Мичурина, известного биолога, автора многих сортов кладово-ягодных культур. И невольно вспоминаешь цитату этого известного ученого. Садоводство является после полеводства одним из самых полезных для здоровья населения. И пройдя с Галиной ее владения убеждаешься в этом. Здесь не пустует ни один кусочек земли. Но большую часть огорода занимают, конечно же, цветы. Мама очень любила цветы. Мы в детстве всегда вместе сажали, вместе выращивали. Но она любитель была цветов. У меня и хозяйство, и все. Мы ничего не покупаем. У нас все свое. Я выращиваю все свое. Вот так вот. Галина рассказывает, что встает рано в 4 утра. День начинается с ухаживания за цветами, а их у нее до 90 разных сортов. Часть уже отцвела, но скоро распустятся другие. И так с ранней весны до поздней осени. А сейчас время цветения пионов и ирисов. А дальше пойдут розы и лилии, делится хозяйка. Осторожно ступая по тропинке, Галина Шовгенова с огромным удовольствием и нежностью рассказывает о каждом цветочке. Это моя гордость. Я знаю, что и всем нравится, и все, когда приходят, восхищаются. Галя, когда ты успеваешь это все сделать? Когда ты успеваешь? И мне тоже вдохновляет это. Жить хочется. Цветы ее жизни и дети. Помимо своих четверых, она воспитывает и девочку Нику, которая осталась сиротой в 4 года. У нее родители умерли. Я взяла эту девочку. Ну, как? Я когда брала ее, я боялась, конечно, сперва. Но я думаю, все равно возьму. Ее хотели в детдом отдать, а мне жалко было. Думаю, где мои четверо детей растут, там пускай и пятый растет. И вот так я взяла эту девочку. И вот воспитала. Да, она моя, моей сестры двоюродной, сына девочка. Вот таким образом она попала ко мне. Любовь ко всему красивому Галина привила и Ники. И научила всему, что умеет сама. Ухаживают за растениями и выполняют работу по дому вдвоем. Ведь старшие дети Галины уже взрослые и живут отдельно. Ника, я тебя заберу, но мне надо сделать документы. А пока ты побоишь у бабушки и дедушки. Я начала плакать, потому что думала, ну, то, что, ну, типа, я одна, останусь туда-сюда. И вот я плакала, ну, не хотела отходить. Говорила, заберите. Потом все-таки я две недели, по-моему, или одну неделю жила у бабушки и дедушки. Вот. Потом приехала мама, забрала. Меня приняли как родную, разумеется. И вот уже 10 лет живу с моей любимой мамой. И все дети мечтают о семье, как бы. Но у меня она появилась. И вот спасибо Аллаху. И я буду молиться Аллаху, чтобы мама прожила долгую жизнь и счастливую. Но помимо садовых цветов, Галина выращивает и домашние. Во дворе и в доме у этой хозяйки очень уютно. А приусадебный участок – красивый цветущий островок, уголок для души. А теперь о братьях наших меньших. Сегодня день кинологических подразделений МВД России. Основная задача – это поиск взрывчатых веществ в любых условиях. Сегодня четырехлапые несут службу в силовых подразделениях наравне с человеком. Но на эту роль подходит далеко не каждая собака. Все о кинологической службе управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике в репортаже Александра Коваленко. Доброе утро, Карачаева-Черкесия! Мы рады приветствовать вас на очередной рубрике «В гостях у Росгвардии». И сегодня мы отправимся в кинологический городок. У входа в кинологический городок нас встречает начальная кинологическая группа отделения обеспечения управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике майор Артем Будников. Он рассказал, что здесь работают специалисты, прошедшие обучение в городе Тюмени, в Центре по подготовке младших специалистов-кинологов. И поведал нам, как проходят их будни и будни четвероногих помощников. У нас существует перечень пород служебного назначения, которые могут проходить службу в войсках национальной гвардии. По минорсовому направлению это все сеттеры-поинтеры, различные спанели. Немецкие овчарки, бельгийские овчарки. То есть достаточно широкий перечень. Опять же, какой ближе всего к кинологу, тот и подбирает под себя и породу, и по характеру собачки различные. Дрессировать щенков можно уже в трехмесячном возрасте. Щенки должны обладать острым обонянием. Ведь поставленную задачу нужно выполнять в любых условиях – в транспорте, в помещении, в лесистой или горной местности. А также служебные собаки исследуют пути движения войск, войсковых колонн и не только. Также по заявкам от взаимодействующих органов мы можем привлекаться к поиску зореческих веществ при массовых мероприятиях. Эта задача у нас уже выполняется совместно с Министерством внутренних дел. Например, на 1 сентября поиск в школах при подготовке к Дню знаний. Или на Дне города можем обыскивать парки, скверы. Мы стали свидетелями, как проходит отработка приема по поиску взрывчатых веществ. С поставленной задачей собака справляется на отлично. Кинологи стараются проводить тренировки в утреннее и вечернее время, чтобы собаки как можно меньше находились на открытом солнце. Ведь службу собаки несут круглосуточно. Ну а после долгой тренировки каждая собака заслужила вот такой вкусный обед. С вами была Александра Коваленко. Сегодня во всем мире отмечают праздник Ден Селфи. В одной из самых популярных социальных сетей Инстаграм ежедневно появляется огромное количество селфи. Однако в сегодняшний праздник пользователи будут особенно активно постить их в честь этого дня. Причем чем более креативными будут фотографии, тем лучше. Ну у меня, наверное, креатива не получится. Ну просто, наверное, в честь праздника тоже сделаю селфи. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Ашемезом Пхешковым. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Продолжение следует...